Здраво, будьте люди добрые! От бела лица до матери суры земли, Народ земной, поклон от меня прими, Я, Кот Баюн, продолжаю наше сказочно-музыкальное вещание Из волшебного леса 39-го царства 30-го государства. И сегодня я приглашаю вас на беседу о Дне Ериле. Слушайте внимательно и запоминайте. Все, что сказал, важно, потому что в каждом нашем дне присутствует солнечная сила. Слава Ериле! Слава Ериле! Итак, мне, как Коту Баюну, поручено доложить вам следующее. Этот год в нашем царстве-государстве начался с многочисленных дебатов По поводу Масленицы, по поводу Великой Дня. И много возникает вопросов у людей. Когда же он, этот Велик День? Когда же она Масленица? Чем она отличается? Комоедится? И почему это мы проводили Масленицу так рано? Хотя она должна проводиться поздно. То есть, помните, мы с вами говорили, в традиции все очень ясно и понятно. Поэтому, если будет что-то сложно, вы мне говорите. Значит, что-то я вас где-то вот запутываю. Итак, первое, что бы мне хотелось, что традиция, наши обычаи, это то, что нас объединяет. Поэтому мы всегда с вами ищем то, что нас может объединить. То, что может усилить в нас светлое. И когда кто-то начинает разъединять, я всегда думаю, кому это надо. То есть, мы с вами прекрасно понимаем, что Земля вращается вокруг Солнышка. И у нее есть четыре основных праздника. Это Коляда, это зима, зимнее солнцестояние. Весенье или ладоденье, это весна, весеннее равноденствие. Купала, это лето, летнее солнцестояние. И осень, хорос, это осеннее равноденствие. Вот есть четыре точки, в которых мы четко видим по движению Солнца, по восходу Солнца, по длине тени от солнечных часов. Какой этот день, где мы находимся в пространстве жизни Солнечной системы. Все эти светодни, как говорили наши предки, они четкие. Они связаны с явными явлениями. То есть, например, если я вам буду говорить, вы знаете, сейчас ночь. Вы скажете, нет, день, я скажу вам, нет, это голограмма. Это все, что мы видим, это нам по телевизору показывают. А на самом деле мы все спим, и я вот, Кот Баин, вам всем во сне вижусь, слышусь. И вот вы сейчас проснетесь. То есть, конечно, заморочить можно до определенного момента. Но все-таки наши предки сформулировали четкое и ясное указание к действию. То закон, что правда. То закон, что явно. То есть, мы судим по делам. Сила, она именно слава через дело. И то закон, что явно. Вот мы с вами сейчас явно видим, что Солнце светит. Поэтому в эти дни, когда Солнышко имеет особое такое значение в движении нашей планеты, они назывались свято дни. Не праздники. Праздник это значит, мы праздны, значит мы опять ленимся. А у нас не неделя называлась, а доля. А то неделя получается, ничего не делай. А у нас получается доля. Доля, которая времени нам дана. И вот в ней есть свято дни. Когда мы тоже делаем. Но мы именно трудимся. Мы трудимся душою, сердцем. И это тоже очень важно. И мы трудимся сообща. На Руси всегда трудились сообща. Если выходили в поле, то выходили все сообща. Правильно? Помогали друг другу. Синокос сообща. Собираем урожай сообща. Избу строим для новой семьи сообща. Все мы делаем совместными усилиями. Потому что, когда мы соединяем наши силы, то это становится не сложение и даже не умножение. А получается у нас преумножение. Так вот, в светодень считалось, что нужно обязательно сообразовать кола. То есть, хоровод, круг. Пели обязательно тоже кругом. Почему? Потому что считается, что именно в центре, когда мы все поем с вами, наши голоса в узелочке завязываются. И на это сила небушка приходит. И мы с вами сонастраиваемся. Мы начинаем звучать не просто как одно, а мы взаимоусиливаем. Получается мощный, как ученые говорят, резонанс. А мы понимаем, что идет мощная дрожь. То есть, идет вибрация, такая изначальное сердце, которое слышно в пространстве. И, естественно, пространство откликается. Потому что именно в эти дни нужно не позволять душе лениться. То есть, именно в эти дни мы очень активно трудимся. И на Руси сохранились такие памятки наших предков, что вот в такой день нельзя работать физически. Это не потому, что лениться. Просто в этот день труд должен осуществляться именно в душевной, да, в духовной области. И это точно так же важно. Но при этом, на Руси всегда считалось, что не зазорно. Если что-то надо сделать, это надо сделать. Потому что никто, у нас же нет такого образа, что сидит некий градоначальник и вот указует, наказывает. Нет, мы с вами вольные все. У нас слово «воля» прекрасное есть, русское слово. То есть, оно не переводится на другие иностранные языки. Что такое воля? Это то, что делает нас именно вольными. То есть, мы живем по воле Бога. Это мы не живем как свобода. Как сейчас примем свобода? А, так вот, делай такая анархия, мать, порядка. Делай, чего хочу. Воля, это значит, все собрано в кулак. Это значит, мы владеем своими стихиями. И мы понимаем, что надо. Долг. Вот мы должны в этот день собраться все вместе. Вот мы должны в этот день почтить своих родителей. Мы должны улыбнуться своим родичам и сказать им, наконец-то, добрые слова. Если у нас это войдет в правило, вначале 8 раз в году, потом 12 раз в году, потом 36 раз в году, а потом 365 раз в году, мир изменится. Я вас уверяю. То есть, все идет такими маленькими-маленькими шажочками. Как вот халяда. Он же вначале прибавляется, да? Вот прибавился денек на воробинный скок. Вот он прибавляется даже незаметно. А потом-то на куполу. О как! А мы вроде не успели. Вроде снега лежали. А сейчас вечером вчера вышли. Луна светит. Тепло. И светло. И в 5 часов вышли. Уже светло. Когда это все успелось? А вот природа, она мудрая. Она идет маленькими-маленькими шагами. Запомните. Нужно уметь постоянно делать маленькие шаги. Вот не так мы как решили. Так сидишь. А, ой, хандрады. Все равно все это все. Потом, значит, ломанулись, не размялись. Побежали, побежали. Задохнулись. Успели. А потом опять устали. Нет, нужно поступательно-поступательно идти. Как делает наш организм? Всему учимся живому. Он же не делает у нас, что он вдохнул на целый день, а потом успокоился. Нет, он дышит ровно. То есть, ровное дыхание – это основа нашего правильного сознания. И чтобы объединить, я хочу сказать, все очень просто. У нас каждый вот этот день, он велик день. То есть, каждый праздник, будь то Камаедица, будь то Каляда, это все у нас велик день. И если кто-то называет время ладодения весеннего равноденства велик днем, они абсолютно правы. И правы также мы, называя наш день 6 мая велик днем, потому что он тоже велик день. Но сегодня я хочу подчеркнуть одну удивительную вещь. Каждый светодень имеет свой оттенок цвета, смысла и имеет свой образ. Вот то есть, если мы с вами сейчас вот эти образы представим коротко, мы с вами легко-легко все запомним. То есть, вот Каляда, это, ну, у каждого свои, я ничего не навязываю. Дорогие-дорогие мои зрители, обязательно потом напишите мне, какие образы родились у вас от понимания наших праздников. Мы это все сложим воедино и получим более яркий образ, который поможет всем нам. Итак, Каляда рождается новое солнышко. Это что? Ночь, звезды, мороз. Да, вот что вот на Каляду, какие образы? Ряженые, свечи, лучинки горят. Ну, у каждого, да, какие-то возникнут образы. Святки, волшебство, колдовство, предсказания будущего, мечты. То есть, и ощущение, что вот оно, вот оно, вот появилось новое. Да, есть образы, вот вплоть до ощущений, их даже можно вспомнить. Следующий образ у нас идет Камоедица. Встреча Велеса. Встречается у нас весна и зима. И образы идут совершенно четкие. Стенка на стенку. Все встряхнулись. Взятие снежного городка. Сожжение морены. Что там еще? Блины. То есть, у нас яркие-яркие образы, которыми мы прямо все это понимаем. Образ следующего дня, ладоденья или весеня. Это, конечно же, весна. Это что? Ну, первое, что приходит? Птицы. 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 Потом цветочки распускаются. Ну, наша вот весна, март, да, это вот начинается солнышко, это начинается таяние, это начинается капель. И небо, образ неба, небо меняется. Вы обращали внимание, что когда после вот этой мглы вдруг появляются кучевые облака, первые, мы понимаем, облачные девы пришли в гости, все, у нас наступает, у нас, мы видим кусочек лета там. И солнышко начинает нас пригревать. Оно, ну, еще не жаркое, но уже тепло. И синь какая. И синь какая. Вот, то есть вот есть образы. И, конечно же, птицы, которые прилетают, все нам отмыкают. И вот это начало, начало возрождения. Начало возрождения. Следующая встреча происходит в Ерилен день. Это 6 мая. Это ровно середина между весенним равноденствием и летним солнцестоянием. И здесь мы с вами просто попадаем в поток такой радости огромной. Вот я сегодня буду рассказывать про этот день. Это торжество света. Это приход лета, мои дорогие. Ведь что у нас первый, первый день? Какой у нас первый день лета? Первый май. Правильно. Май – это первый летний месяц. Соответственно, первый весенний месяц на самом деле – это февраль. Хочу вас очень огорчить. Первый осенний месяц – это август. Уже водичка становится холодная в речках. Уже урожай начинается. И первый зимний месяц – это ноябрь. А туда уже горка времени приходится, например, в июне месяц. Май, июнь, июль. Получается, что у нас июнь – это купала. То есть, здесь у нас начало лета. Горка лета – это на купале. Ясно все? То есть, у нас получается 4 горки. Я все на пальцах объясняю. То есть, вот коляда, весень, купала и овсень. И встречаются, когда лето и весна. Здесь вот то, что мы сейчас с вами видим. Комары не вылетели. Даже у нас жара сегодня. То есть, вот это полная победа. День победы. Не случайно 6 мая – это день победы. Девятое – это уже было подписано. День победы – 6 мая. То есть, окончательно капитулировала зима. Все. Зимы нет. Правда, мне сейчас в Камчатке позвонили. У них еще снега много. У них еще там по-другому немножко идет время. Но у нас уже полная победа света. И в этом особой радости. Об этом мы будем с вами сегодня много как раз говорить про Ерелин день. И он имеет свои образы. Это уже зеленые веточки с листвой. Правильно? Это уже березовый сок. Это бабочки. Ну, то есть, вот это то, что сейчас. Мать и мачеха. Первоцветы. Это вот такой вот воздух, который еще не прожаренный, но который уже теплый. Пьянящий. Он пьянящий. То есть, это мы сегодня будем говорить про май, про Вальпургевую. Но я вам все расскажу, ничего не утаю. И вот такие у нас образы рождаются. Соответственно, в Ерелин день мы сегодня будем говорить, что было обрядовое. Это куличи, писанки, это творожные горки. Понимаете, да, меня? Я потом уточню, что у нас случилось. Поэтому Велик день это полное. Поэтому Велик день у нас это Ерелин день. Это вот в нашей полосе это полная победа света. Ну, именно это в нашей и ближе к северу. Купала – это образы просто волшебства. То есть, это у нас макушка лета. Мы этого ждем, но это миг. Мы понимаем, что это миг. Им нужно насладиться, потому что скоро зима. Ну, то есть, мы это все понимаем, что это такое вот зорька с зарей сходится. Это шумящие листва. Это уже, ну, в общем, сами-сами, да, вот какие-то образы. Теплая речка уже. То есть, это уже дожди, которых мы ждем. Комары. Вот. Комары. Это… Ох, лето красное, да, любил бы я тебя. То есть, у нас здесь все. Это оводы, это комары, гнусы, мухи. То есть, и я вам хочу сказать, что самое главное – всегда уметь договориться. Вот нас известно, что люди, которые живут постоянно на местности, их вот эти товарищи не берут. Неинтересны мы им. Вот нашим комарам мы неинтересны. Им интересны вот вы, дорогие герои. То есть, приехали. Кто на новенького? То же самое, если мы приезжаем в Сибирь, вот для них все нормально, а для нас это прямо вот тут же испытание Великой Тайги начинается. Мы же новенькие приехали. Свежачок. И на самом деле, если вот мощно, ну, так вот в себе выстроить такой лад, то они и не берут. Вы обратите внимание, они как будто вот, как будто они слышат. Вот если как, знаете, вот собака, она чувствует, что мы ее боимся. Вот они чувствуют, что мы им надоели. А вот если, у меня вот, просто я поделюсь такое. Мы были в Астрахани, баба Игана нас послала, тогда это назывался «Стройотряд». Здесь многие меня поймут. Молодежь меня не поймет, но посмотрите где-нибудь, спросите у родителей, что такое «Стройотряд». В Астрахани, то есть, это, естественно, понимаете, какая жара. Мы там поливая потом, ходим, собираем божественные помидоры. Ночью комары. И в какой-то момент времени я что-то, знаете, думаю, так, надо договариваться, в конце концов. Это все-таки Волга, матушка. Это лотосы, вот такие лотосы. В истоках Москвы реки вот такие лотосы. Я всегда думал, когда нас повезли, что лотосы – это что-то вот такое. Ну, как мы видим, ну, каких-то вот в индийских фильмах. Лотосы, они вот такие на Волге. И когда ты подплываешь к этим лотосам на рассвете, там стоит, ну, такой вот аромат лотосовый. Это я вам передать не могу, он густой, как мед. Это вот такая красота, в которой еще плавает черный край. Ну, то есть, ладно, это, в общем, очень благодатно все. Поэтому думаю, что здесь делать? И я вот так вот взял себя простить, вот так вот. Говорю, так, вот мне не жалко, вот летите, вот я есть хочу, вы есть хотите. Но вот вы мне только не мешайте, не надоедайте вот по жизни. Вот я вас не буду вот щелкать, вот, ну, только, ну, если вы верите себя прилично, в конце концов, комары. С той порой у меня проблем нету. Ну, я просто с ними договорился. Ну, реально можно вот, ведь, я вот, например, если боюсь этих ос, они как будто вот меня поджидают. А вот он, боюнчик, идёт. Сейчас-ка мы его упусим. Ну, то есть, мы входим в нашу традицию безбоязненно. Поэтому, если купало, это волшебство, расцветает папоротник, открываются подземные клады и образы света, света, света. Солнце в воде купается. Следующий у нас день встречи. Перунов день, да, то есть, это начало августа. Это начало уже урожая. Что у нас, какой символ сразу, что у нас в небе? Образ. Гроза. Молния. Да, то есть, мы сразу видим уже зреющую, созревающую природу. И уже появляются первые паутиночки. Мокош уже начинает готовиться к осенним своим обрядам. Осень. День осеннего равноденствия. Хорос. Какие у нас образы? Моментально. Урожай. Золотая осень, урожай, рожь, грибы в лес, грицы. Да, то есть, вот всё, у нас стол полный, да, то есть, у нас вот достаток, богатство. Мы же с вами хорошо потрудились. Дальше идут деды. Встречаются здесь на деды уже, если на Перунов день встречалось у нас лето с осенью, на деды у нас встречается, естественно, у нас встречается зима и осень. То есть, у нас и снег может быть, и дождь может быть. Лес уже без листвы. Достаточно хмуро всё. То есть, по-философски красиво. Природа увядает. И мы понимаем, что к нам придёт старость. Это неплохо и нехорошо. Это так оно есть. Мы когда-то должны с вами повзрослеть. Мы должны состариться, значит, стать старшими. И вот природа к нас этому учит. Вы здесь старшие, деды. Нужно почитать предков своих. То есть, вот образы огня, которые согревают. Образы мудрости. То есть, в это время, ну, у каждого, наверное, в своем небе образы. У некоторых даже есть образ ноябрьской демонстрации, которая была в день 7 ноября. Красный день календаря. То есть, ноябрь – это время, когда мы сконцентрируемся внутренним светом для того, чтобы дойти до каледы. Чтобы нам самое тёмное время года прожить со светом внутри. Ну, ещё раз я повторяю, что образы, вы согласны с ними? Ещё какие-то, да? Вот повторили и всё. Вот оно прямо, вот они, 8 основных праздников. Вот они, 8 праздников. 8, 4 основных и 4 встречи. Всё, получилось у нас. Калаврат, получилось это колесо, которое в буддисте почитают, как колесо дхармы. А мы с вами почитаем именно как калаврат вечности. То есть, всё мы с вами разобрались. И что у нас это по цветам получается, давайте-ка посмотрим. По радуге. Итак, ярый красный цвет соответствует у нас Велесову, например, дню. Ещё раз повторяю, что это разные могут быть, да? Ну, я вот предлагаю вот так вот. То есть, вот уже явность двиг природы, красный цвет – это первая Велесова встреча. Камоед, например, да? Например. Дальше у нас медвяный цвет – это у нас весна, получается. Жёлтый цвет – солнечный. Ярилен день. Зелёный цвет – листва, купала. Вы согласны вот с этими образами? Мне кажется, они, вот мне Баба Игава так сказал, я передаю. Но они у меня в сердце не находят, как сказать, какого-то противоречия. Потом идёт голубое небо – это Перунов день. И голубая вода, и вот сила вот такая, воля. Затем у нас идёт синь. Это что? Это у нас подведение итогов. Это урожай, осенина. И потом идёт лиловый цвет. Это высшее напряжение деды. Да? То есть, вот такой лиловый цвет. И на коляду белый цвет. Согласны? Снегом всё... Элементарно всё. Вот понимаете? Всё очень просто, потому что органично. И наш календарь, он очень логично выстроен. Поэтому мы с вами сейчас подошли к Великодню. Вот 6 мая – середина между весенним равноденствием и летним солнцестоянием. Дорогие родичи, если вы хотите закрепить результат, у нас есть ссылочки на сайт, где есть моя статейка. В ней всё это описано, и вы можете как раз это ещё нарисовать для себя. И вот эти образы все сложить. Получится цельная картина года. И вот в ней мы теперь приходим к Великодню. У нас образы солнца, жёлтого цвета. У нас образы устойчивости. У нас образы стержня. У нас... Какие ещё образы у нас на Великдень? То есть, образ, конечно же, победы. Поэтому, действительно, после продолжительной зимушки-зимы, снежницы, устанавливается на Руси удивительная пора, которая несёт в себе удивительную глубину и силу. Идёт пробуждение и прекрасное русское слово воскрешение. Слово крещ – это огонь. Идёт воскрешение природы. То есть, то, что, казалось бы, уже умерло... Юра! Я начинаю терять лад. Ну, можно сесть нормально? Я пришёл ещё строгий преподаватель. Нет, ну, просто... Друзья мои, ну, как вам сказать... Уважение. Ну, да. Ну, даже можно не уважение, но я всегда говорю. То есть, у меня есть два пунктика в сознании. То есть, если звучит народная песня, и кто-то начинает ходить и говорить, я говорю прямо открытым текстом, что я о нём думаю. И когда идёт занятие у меня с детьми, я всегда им говорю, вы можете делать всё, что угодно. Вы можете спать, вязать, вы можете всё, что угодно. Только прошу одного – не надо хамить. То есть, давайте уважать друг друга. Итак, происходит удивительный момент, действительно, воскрешение. То есть, всё не просто пробуждается, а всё преображается. То есть, начинается именно процесс возгорания вот этого огня. Вот этот внутренний огонь начинает напитывать всё новой силой. Начинают летать бабочки, да, то есть, как летающие цветы. Цветы, бабочки застывают в виде цветов. То есть, это получается какая-то удивительная наполненность всего. И всё звучит только одним словом. Начинается жизнь. Вот начинается, начинается, начинается жизнь. И русская весна, конечно, это чудо. После вот этой зимы, после вот этих морозов, это просто чудо какое-то. Когда мы видим в Айяве вот этот жар, этот солнечный свет. И видим, как природа тянется к этому солнечному свету. То есть, это такая радость, которая это, я бы даже сказал, отрада. Вот сейчас вот многие говорят слово, оно такое уже понятное, медитация. Ну, мы уже привыкли. А вот на Руси говорили, отрада. Вот понимаете, это состояние, это отрада и благо. То есть, потому что природа нам благо дарит просто постоянно. И, конечно же, благодарность, да, нужно уметь принимать. То есть, дары нужно уметь не только дарить, но нужно уметь принимать. То есть, если я сделал какое-то замечание, значит, мы принимаем его с благодарностью. Я же его от всего сердца сделал. Это же тоже хорошо все. Вот принимаем с благодарностью. Урок какой-то принимаем с благодарностью. Дождик пошел с благодарностью. Что там еще? Жарко сегодня с благодарностью. И вот вся вершина русской весны это Ярилен день, потому что в этот день как раз наступает мощное-мощное торжество всей природы. И я хотел бы сейчас процитировать Юрия Миролюбова «Сакральная Руси» это два тома. «Сакральная Руси» Юрий Миролюбов. Обязательно перечитайте. И вот в этих книгах Миролюбов как раз рассказывает о том, как справлялся Велик День в его родном поселении и пишет об этом празднике. Вот мы сейчас просто прочитаем эти строки и все поймем, все очень ясно. На Западе торжественно празднуется Рождество, но и это празднование никогда не достигает десятой доли того, во что выливается праздник Великой Дня на Руси. Ликует вся природа, ибо весна везде и во всем, как сама жизнь и любовь. Огонь небесный солнца греет все теплее. Радость Руси в этот день не религиозная, но всеохватывающая. Радуется всему, теплу и свету, небу и земле, родным, близким, чужим всем. Много языческого в празднование Пасхи, потому что она дашь Бога в день, ерилина чудо. Та самая пора, лучшая и счастливейшая, после которой ничто уже так сердце не радует. Велическая слава Агне, Сурии, Варуны, Индры в преображенный, высеявший мир перед глазами человека. Это освещение всего, преображение, просветление и потепление вызвано вхождением Агни в мир, в траве, в животных и человека. Я напоминаю, что Ведах, это основное божество, это Агни, это огонь. И мы даже вот видим вот это созвучие, потому что огонь это основа жизни. Это огонь солнечный, огонь в нашем теле. Мы с вами даже не задумываемся, она с температурой 36,6 постоянно. Если чуть заболеем, чуть-чуть она становится повыше. Чуть-чуть стало пониже, значит уже не живем. Это представляете, какие нужно продумать процессы биохимические, чтобы поддерживать вот это все, температура, там не 40, а 36,6. Это же вот какая, какой сварок мудрый, какие наши предки мудрые. И какие же мы молодцы, что следуем традиции наших предков. Ура! И поэтому все Агни, я продолжаю, Миролюбова, во всем Агни, в траве, в коровах, в человеке, идея Регведы, это идея вселенского небесного огня, горящего во всем. И идея Яви и Прави, находящаяся в Яве. И она несет в себе, может и не сознавая того, и русский человек понимает, что Агни небесные дают жизнь всему земному. Все, сливаясь, дает ту бурю радости, в которой человек плывет в эти дни, как челн в сказочный мир. В эти дни голубь с голубкой целуются, говорит старинная пословица. Зла в эти дни нет. Ключевая фраза. Зла в эти дни нет. Понимаете? Это вот полная победа света. Оно побеждено. И, как пишется в Ведах, Вишну, в три шага завершивший свое дело, принявший тело, похожее на наше, является непобедимым спасителем. Идея Бога-человека и спасения мира им, это древнейшая тема, это продолжает миролюбов, известная даже в недрах цивилизации Ма, Майя, где крест имел значение, во-первых, человека, во-вторых, спасения. Таким образом, мы видим, что идея спасения мира через Бога-человека стара, как мир. Она имеется и в ведизме, и в эллинизме, и в религии Майя, и в браманизме, и в конце концов язычестве, где был миф о крышине, родившемся в сене в калядин день, зимнее солнцестояние, чтобы спасти людей. Старики вели мирные беседы, пробывавая под вишнями и яблонями. По словам Прокопия, VI век после Рождества Христова и Гельмальда, VII век после Рождества Христова, славяне верили в одного Бога-творца, называя его Сва-бог, Сва-рок-про-бог. Я просто вот цитирую. Вы представляете, все в книгах, оказывается, написано. Удивительно, мне бабы Гаг всегда говорят, так удивительно, все же написано. Люди в Юриевке говорились греясь на солнышке. Даже Бог греет как, во как ерует солнышко. Запекали в ржаное тесто большого медовика с орехами зеленую ветку березы. Празднуя дождь Бога в день, Ярил день, Велик день. Итак, былинная сила Ярила осуществила победу. Вот он образ Ярильного дня. Поэтому это Велик день. И поэтому именно вся символика этого дня была в более позднее время перенесена на Пасху, которая ныне празднуется по лунному календарю, который передвигается. И Пасха празднуется в разные времена. На самом деле, если мы вернемся к нашим истокам, славянский календарь был солнечным. А это обозначает, что у нас все даты фиксированы. Мы более зависимы от солнца. Есть племена народа, которые зависят более от луны. Но скажите мне, если бы мы сейчас с вами, я вот как кот Баюн проводил бы от имени богини Басту вас занятие где-нибудь в Древнем Египте, Радовались ли вы, когда я вам рассказывал про солнце? Не думаю. Вот мы бы с вами сидели в нубийской пустыне, вокруг пустыни, везде песок-песок, везде жаровня. И я вам говорю, ой, какое прекрасное солнце. Вы бы так на меня посмотрели и сказали, давай-ка Баюн дождемся ноченьки, когда будет холоденько, луна выйдет, там фонтанчики забьют. Вот понимаете, восток это ночь, когда отходит вот эта жара, и вот можно вот так вот сделать, и вот можно жить. То есть можно жить рано на рассвете, можно жить вот в этот промежуток. Но, люди добрые, у нас-то другая ситуация. У нас возможно выпадение снега до 4 июня, и возможно выпадение снега после 2 августа. У нас так строится время, что мы встречаем зиму, зимуем, 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 провожаем, 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 провожаем зиму. Лето, встречаем зиму Зимуем, зимуем Конечно, мы ждем солнышка Аки Спасителя Мы ждем вот такого дня, как сейчас И поэтому, что я сегодня слышу Ой, жарко, ой, не пойдем в лес Сейчас небушка услышит И придет черемихина холода Не бойтесь, все еще Все еще впереди Все еще по обычаю, по обряду все у нас будет Поэтому действительно Вот эта символика, она Древняя, и, конечно, именно Поэтому наш народ так любит Этот праздник, даже В советское время Когда была Пасха Продавались Назывались они весенние Только не куличи назывались Весенние кексы Вот, и, конечно же В пасхальную ночь обязательно Пели какие-то эстрадные певцы Чтобы отвлечь народа, но Это осталось в крови Что вот в этот день Вот в этот велик день Нужно обязательно собраться с семьей Так вот, мы сейчас с вами Пробуждаясь, понимаем Что у этого дня Есть свое четкое место Правильно? Место во времени И, конечно, оно не может отъезжать Не чуть-чуть, если мы отъедем Вперед Это уже будет Другое время Это уже Береза уже расцветет Уже крапива вот такая Уже мы даже салат уже не делаем Из крапивы Да, то есть У нас уже другое время начинается Если чуть-чуть назад мы У нас еще снега могут лежать Да, то есть Конец апреля То есть Это еще не время И, ну, поэтому Вот образы Вот этого Этой победы Это, конечно, действительно Солнышко Которое победило И даже говорили наши предки Что в этот день покойники просыпаются и шевелятся Очень такая вот, понимаете Запомните, эти дни они стоят на оси Ерилина встреча и Дидова встреча Это время почитания предков Мы обязательно Столько сейчас получили с вами благодарность Поэтому Все Просто Нужно вспомнить С благодарностью Тех, кто Наших предков Которые Подарили нам свет и радость И поэтому, конечно же Мы В Ерелин день Творим эти писанки Писанки Это яйца Имеют форму Земли Они Опускаются на зеленую траву Опять смотрите Образы Да, должна быть зеленая трава Какая зеленая трава в марте? Какая зеленая трава? Я хочу вот Интернет-сообщество Напишите мне Какая зеленая трава у вас на севере? Ну вот, например, не знаю В Карелии В Архангельской области Зеленая трава 22 марта Ну, если вот Она у вас То, конечно, снимаю просто Свою Шляпу В которой у меня нету Колпак свой Дурака снимаю И Да, конечно Велик день Конечно же 22 марта У нас, родичи Велик день С этими образами Вот вам это ясно? Понятно? Да, конечно Противоречия возникают? Абсолютно никакого противоречия Я говорю Великий он день Ладодень Но у него другие образы У нас же вороночки там У нас Кабинятся девки Другие образы В этом дне Потому что весна Только приходит А сегодня Весна побеждает Даже я скажу так Она уже утверждает Она победила То есть у нас Победа То есть у нас радость У нас ура Ура Вот какое состояние Ура То есть Это Просто чудо Чудное И вот давайте Мне теперь Подумаем Если у нас Весна Это утро дня Купала Это у нас что? Полдень Значит Ну все подсказал И вам Дорогие зрители Уже работать здесь Поменьше придется Вернее трудиться У нас елили на встрече Когда? Каждый день У нас же каждый день Еще все То есть это Ну середина Между рассветом И двенадцатью часами Да? Ну предположим Шесть Шесть Ну где-то девять Десять часов Девять Десять часов То есть это Уже мы активные У нас уже стержень Уже мы уже давно Мы уже представляете Мы полностью Победили лень У нас полностью Прошла зима А двенадцать Купала Это уже полдня прошло Пол работы Должно быть сделано Понимаете Да? Теперь как вот Как это Наши предки Правильно организовывали Свой Свой трудодень Он весь шел Как вот по законам Вот нашей Вот этой традиции По нашим этим обрядам Поэтому конечно Мы с вами Входим В Ярилен день Победно И вот это Состояние победы Оно Утверждает Нас И Сохраняет Вот Уверенность То есть Вот смотрите Если Это Желтый цвет Это Если образы Ярилы Да? Образы у нас Куличей Образы Вот этого Прекрасных Писанок То у нас Еще и образы Творожной горки То есть Это творог Что такое Творог? Да? Это Сварог Сотворил мир То есть Тварный мир Поэтому У нас С вами Эти слова Все связаны С сварогом Они являются Однокоренными Смотрите Сварог Рог Рожь Род Какие еще у нас Слова? Родина Народ Природа Рождение Вода Течет Родники На теле у нас Родничок Родничок Родинки Да По родинке Можно судьбу определить Вот где родинки По позвоночному столбу Можно даже определить Какие там болезни у человека Нам все вот это отмечено И конечно же Слово Рдяны Руда Красная кровь Руда Отсюда еще слово С рудой Связано Какое слово Рыжий Рдяны это красный Да Такой алый Рыжий Поэтому рыжим Всегда везет Вот кто из зрителей У нас рыжий Вам всегда везет Потому что вы находитесь Под оберегом Бога Рода Все у нас рыжие Становятся на восходе солнца Оно красное солнышко Рдяное солнышко И вот смотрите Сколько у нас Много слов Связанных Именно С именем Род А сварог То есть это Свет Рода Да То есть Свой свет Сва Рог Он сварганил мир Он сотворил мир Поэтому Творог Это однокоренное слово То есть Варить Вар Навар Товарищ Вот сколько у нас слов Появляется Связанных С этим словом И мир Я вам скажу Он творится Точно так же Как творог То есть Хозяйка Млечного пути Я как кот Очень люблю молочко Она наливает С Млечного пути Молочко И это молочко Начинает Створаживаться И вот так Створаживается Молочко И потом Получается Вот эта горка Ее называли В древности Меру То есть Мера всему Золотая середина У нас сегодня Золотой свет Что такое Зло Это зело Это когда чего-то много Когда сверх меры Вот Золотая середина Вот это вот Понимаете Это все должно быть В меру Взял Отдал Вдох Выдох Идет ритм И тогда вот Получается у нас Такой лад А если С вами у нас нарушается Если только Берет человек Берет Берет Хапает 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 Получается что Получается естественно Олигарх Как говорит наш друг Писатель великий Он Олигарх Это болезнь Понимаете Если меня смотрят олигархи Вы меня конечно простите Но это Очень простым словом Называется Это Клиптомания То есть Когда человек ворует Остановиться не может Но Когда-то Рано или поздно Если человек все Вот Вот он Понимаете Вот так вот Раздувается Раздувается А потом что с ним происходит Так Рано или поздно Он лопнет Но Люди добрые Вот так вот тоже Направили Раздавать Это тоже Это другая крайность Да То есть Все раздали Ничего не имеете И вот такие Гол как сокол Я великий Я здесь традицию сохраняю Мы должны быть богатыми То есть с богом С хорошей сбой С хорошей женой С хорошими детьми У них хорошее Правильное образование Доброе Мощное И всего много И в меру Много в меру Это все хорошо Вот она Творожная горочка Которая творится На этот день И еще вам раскрою Один Удивительный Такой секрет Раньше Вот эти скорлупки После ерельного дня От яиц Их пускали по реке И считается Что они будут Плыть 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 И приплывут На купалу К нашим предкам Даже сохранились Сказания Где говорится Что там Живут Рахманы Ну так вот Сохранилось Слово Брахманы Которые По этим Скорлупкам Видят Их дети То есть Помнят О великом дне И знают О том Что мир Постоянно Преображается Мир Постоянно Улучшается И поэтому Велик день Это Огромная Радость Торжества света В нас Утверждение И я желаю Всем Победы Света Ура Ура Дорогие Родичи Чтобы узнать Что произойдет Дальше А дальше у нас Будет очень Интересное Еще мероприятие По ерельному дню Мы хороводы Поводим В лесу Песни попоем Обязательно Колокольчик Позвоните Чтобы получить Уведомления О всех наших Программах И передачах Обязательно Пишите комментарии Нарисуйте мне Вот этот Образ Всех восьми Основных праздников Какие-то вопросы Может быть у вас Появятся По ерельному дню И так как у нас Полная победа Не забывайте Вот так вот Ставить Потому что Лайк и репорт Это наше оружие В информационной борьбе Мы победим Ура Ура Субтитры создавал DimaTorzok